Меня зовут Александр Лукин. Я, по счастливой случайности, работаю в крутейшей команде в Яндексе, которая занимается разработкой отметрики. Кто знает, что такое отметрика? Кто пользовался ей у себя в проекте? Прямо интегрировал SDK? А кто уже перестал ей пользоваться? О, вот это да. Обычно много рук. Так вот, мы работаем не в вакууме, мы занимаемся отметрикой, плотно сотрудничая с нашими продуктовыми командами в Яндексе, которые занимаются нашими приложениями. Создавая отметрику, мы ориентировались именно на их потребности, чтобы создать не что-то абстрактное в вакууме, а действительно нужное. Мы выделили три основных функциональных домена. Во-первых, это продуктовая аналитика. Кажется, понятно, зачем она нужна. Из всех этих систем мы пользовались всеми на своих проектах. Следующая потребность, которая есть практически у всех команд, которые занимаются так или иначе маркетингом своих мобильных проектов, это трекинг. Кто знает, что такое трекинг? Трекинг. Трекинг – это не трекинг нажатия на кнопки в приложении. Трекинг – это специальный отдельный вертикальный сервис, который позволяет восстановить разорванную связь между кликом по рекламному размещению и установкой приложения. Связь эта разрывается магазином приложений. Есть четыре основных, самых популярных трекера. Они все здесь приведены. И эта функциональность очень востребована, поэтому ватметрики мы ее реализовали тоже. Последнее, я думаю, здесь вообще никому не надо объяснять. Нам нужна какая-то тула, которая будет нам помогать следить за стабильностью нашего приложения в продакшене, которая позволит нам легко понять, как проблему воспроизвести, у кого она затронула, ну и быстро это как-то починить. Так вот, в итоге у нас получилось такое full stack решение, которое объединяет в себе три функциональных домена. И мы помимо отсутствия фрагментации данных и одного SDK заложили также очень интересные преимущества, которые мы постарались вытащить из всех тех систем, трекеров, аналитик и систем для аналитики крышей, которыми мы пользовались на разных проектах. Во-первых, отметрика вот прям бесплатно вообще, то есть я уже про там смс шутить не буду, там старая шутка, но во-вторых, очень интересно, что мы предоставляем доступ к сырым данным, то есть немногие аналитики отдают неагрегированные данные. У нас же вы можете буквально забрать свои данные обратно к себе. Во-вторых, мы не накладываем никаких ограничений на объем данных в месяц, ни на аудиторию, ни на объем событий. И все это было бы неинтересно, если бы мы, как Флари, это все считали на каком-то тупом аппредьюсе раз в сутки. У нас это все делается в реал тайме, обрабатывается и показываются отчеты. Помимо этого, я думаю, стоит рассказать, что у нас есть SDK под все платформы. Под Android, iOS и Windows Phone у нас есть нативный SDK. Под Unity и Xamarin у нас есть плагины, которые отлично работают, очень востребованы. PhoneGap? Хороший вопрос. Под PhoneGap у нас есть… Однажды нам написал наш пользователь, сказал, что я сделал обертку под PhoneGap. Она, конечно, малофункциональная, но если она вам интересна, вот она у меня тут на GitHub, вы можете ее как-то у себя разместить, ссылочку. Если какой технологии не хватает, если кому-то нужен там мармелад, PhoneGap, Cardova и все что угодно еще, пишите. Мы всегда открыты к предложениям. Если есть спрос, то мы за это возьмемся. В общем, я не буду про Апметрику больше рассказывать, потому что многие тут, видимо, и так про нее все знают. Кто не знает, можете зайти на сайт, там есть кнопка такая, демо-доступ. Там можно все посмотреть руками и убедиться, что я не вру. Мы вернемся к теме доклада, которая будет особенно интересна тем, кто занимается аналитикой и продвижением мобильных проектов. Тема эта звучала как «проверяй и доверяй». Ну, здесь не совсем точная формулировка. Значит, постановка задачи. Проекты, которые действительно серьезно подходят к аналитике и продвижению, они заранее проектируют все метрики и то, как они будут рассчитываться. Разумеется, они также сразу пытаются понять, как им собирать все требуемые данные для расчета этих метрик. Для того, чтобы не остаться случайно с неработающим спидометром, обычно выбираются несколько систем аналитики и ставятся в приложение. Ну, вот на этом слайде я привел разные системы аналитики и трекинга. Ну, на самом деле, это даже не все, которые я могу вспомнить сходу. Это просто те, которые мне не лень копировать сюда было. Вот. Встречались случаи, когда в приложении было до шести SDK, которые, в принципе, генерировали трафика больше, чем сама бизнес-логика приложения. Вот. Такие случаи тоже бывают. Кажется, что все здорово. Мы интегрировали с вами Google Analytics, AppMetric и Flurry. Если нам не нравится число пользователей в Google Analytics, посмотрим во Flurry. Может, их там больше. Вот. В итоге получается вот такая вещь. Мы меряем одну и ту же величину, казалось бы, аудитории нашего приложения. Однако в разных линейках, в разных платформах аналитики мы видим разные числа. Дело в том, что обычно мы смотрим на агрегированные метрики. Пользователи, сессии и так далее. Поэтому здесь вся загвоздка заключается именно в том, как эти метрики рассчитываются. Я покажу конкретный пример. Это одно из наших индексовых приложений. В нем есть AppMetric и Flurry. Мы видим с вами данные по активным пользователям. Метрика активных пользователей. Первую запомнили. По дням. Тут, наверное, непонятно. Посмотрим на табличку. 8, 11 и 12 марта мы видим самое большое расхождение. Расхождение достигает 5%. Также интересный момент, что расхождение у нас в разные стороны. То есть где-то AppMetric показывает больше, где-то Flurry показывает меньше. Какие мы можем сделать из этого выводы? Во-первых, вам может быть вообще на него наплевать. Потому что у нас есть ряд проектов, которые не работают с расхождениями меньше 10%. Если где-то пользователей чуть меньше и это различается хотя бы процентов на 7, на это просто закрываем глаза. Однако, если это какая-то ключевая ваша метрика и вы принимаете какое-то важное решение. Например, продолжать кампанию или прекратить кампанию. Отключать эксперимент, тестирование какой-то новой фичи или продолжать эксперимент. Во-первых, такое расхождение и ваше непонимание ситуации может повлиять на проектное решение. Это очевидно, но я должен был это сказать. Второе, не совсем очевидное. Это может повлиять на ваши прогнозы. Если вы в какой-то самой простейшей экстраполяции строите какие-то прогнозы по тем данным, которые у вас есть, то на вашем прогнозе это скажется гораздо сильнее, чем на фактическом графике, к примеру, по активным пользователям. И следующий, также неочевидный момент, то, что это сказывается на других агрегатных метриках. Например, на ретеншене. Кто знает, что такое ретеншен? Для тех, кто не знает, расскажу. Ретеншен – это число пользователей, вернувшихся в n-ный период, отнесенное к нулевому периоду, когда эти пользователи установили приложение. Я покажу пример. Одно из наших индексовых приложений. Ретеншен по трем системам аналитики. Mobile App Tracking, OnGitune, Flurry и AppMetric. Как мы видим, тут все очень плохо. Выводы мы делаем из этого вот такие. Во-первых, разлет значений 20%. Это правда много. Не очень даже понятно, купили мы хороший трафик, плохой, потому что где-то у нас ретеншен 40%, где-то у нас ретеншен 60% с лишним. Что действительно плохо, это то, что мы видим разные тренды. Как мы видим, вернусь на предыдущий слайд, AppMetric и Flurry приблизительно совпадают в развитии, в динамике. Мат показывает совсем другую динамику. И значит, это может только одно, что разница у нас заключается в исходных данных, а не в методологии подсчета. Очевидно, что методология подсчета на всем периоде измениться не могла. Значит, разница в исходных данных. Мы будем с вами расследовать эту ситуацию, потому что мы хотим понять, что первое и самое логичное, что мы можем сделать. Мы можем пойти в документацию к платформам аналитики, которой мы пользуемся, и попытаться понять, что они подразумевают под этой метрикой. Active users. Как же она считается. Приведу выдержку из документации Flurry. Там сказано, что активный пользователь – это пользователь, у которого была хотя бы одна сессия. Во-первых, пользователь – это пользователь, уже звучит не очень. Но однако мы получили полезную информацию. У нас появилась какая-то метрика сессия. Значит, нужно разбираться дальше. Мы идем в отчет сессии за тот же период для того же приложения. Опять же мы смотрим на данные от метрики и Flurry, сравниваем их между собой. Мы видим приблизительно одинаковую динамику. По графику очередной раз ничего не понятно. Мы взглянем на табличку. За те же даты 8, 11 и 12 марта расхождения у нас самое большое. Однако мы видим, что есть расхождение в сессиях еще и 13 марта, которое никак не отразилось на метрике активных пользователей. Выводы. Во-первых, число и продолжительность сессии – это сами по себе очень хорошие метрики, которые позволяют оценить вовлеченность пользователей в приложение. Исходя из этих метрик, исходя из этих данных, мы рассчитываем среднее число сессий на пользователя, расстояние между сессиями, интервалы временные и так далее. Во-первых, нужно понять причину расхождения в сессиях и разобраться с ней. Во-вторых, мы видели, что не всегда аналитика, которая показывала больше сессий, показывала и больше пользователей. Вывод нам опрашивается сам собой. Сессии генерируются разными множествами устройств. Применим аналогичный подход, пойдем в документацию и посмотрим, как же определена сессия. Определение очень длинное, можете его не читать. В общем, суть такова, что сессия очень сильно зависит от реализации в вашем приложении, от того, как интегрирован SDK. Мы, чтобы с этим как-то разобраться, веб-метрике нам нужно же было самим ввести понятие сессии, понять, как его считать и самим для себя все объяснить. Мы пришли вот к такому. Во-первых, логично, что сессия должна быть привязана к жизненному циклу приложения. То есть мы можем позволить разработчикам вручную в колбеках жизненного цикла Activity расставить вызовы on-start, on-stop или позволить нам автоматически трекать появление Activity и сокрытие Activity. Однако, кажется, что одинаково расставив все вызовы этих методов для обоих SDK, мы получим одинаковое число сессий и, как следствие, одинаковое число пользователей. Однако покажу вот такой сценарий, когда у нас есть приложение, пользователь у нас сейчас находится в интерфейсе и у нас пользовательская сессия сейчас идет, затем она прерывается звонком, скажем, на две минуты и пользователь возвращается в приложение. Нам что делать? Нам сессию продолжать или начать новую сессию? От этого зависит итоговая метрика. Вы как думаете, надо продолжать или продолжать? А, допустим, разработчики нашего браузера считают, что тайм-аут для сессии должен быть 10 секунд. И это их решение, с этим мы спорить не можем. Так им нужно по их логике продуктовых отчетов, которые они хотят получить. Очевидно, что мы пришли к конфигурируемой тайм-аут сессии. Мы позволяем разработчикам самостоятельно задать тайм-аут, который пройдет между завершением предыдущей сессии и стартом новой, если пользователь вернулся в приложение. В общем, подытожив эту секцию, скажу так. Если вы настроили одинаковые тайм-ауты, кстати, во флайле этот тайм-аут тоже есть, он никак не конфигурируется и равен, по-моему, 15 секундам. Могу ошибаться. Если вы настроите одинаковые тайм-ауты для сессии, если вы одинаково расставите вызовы он-старт-он-стопов, и кажется, что ваше число сессий должно в обеих аналитиках совпадать, как следствие число пользователей. Проверьте сами. Пока что мы перейдем к другой проблеме. У нас есть вот такой вот сценарий. Приложение Яндекс.Диск, у которого есть большое число бэкграундной активности, которая заключается в том, что, когда появляется Wi-Fi, приложение начинает синхронизировать файлы. Этот процесс обложен кастомными событиями. На успешную синхронизацию файла отправляется событие файл.sync.successful. На неуспешную синхронизацию папки отправляется соответствующее событие и так далее. В итоге мы получаем определенный такой таймлайн и ряд событий из приложения. Мы хотим проанализировать, насколько хорошо работает наша синхронизация в бэкграунде. Мы хотим понять, с чем проблема. И желаем увидеть вот такой вот отчет, где будет число событий и будет процент пользователей, у которых это событие произошло. Скажем так, конверсия в целевое событие в данном случае. Однако вот здесь кто-то может найти подвох. Кто-нибудь понимает, в чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что мы ранее сказали, что пользователь – это тот, у кого была сессия. Однако здесь приложение было в бэкграунде. Пользователь его вообще не трогал. Ни на иконку не кликал, никак в него не заходил, с интерфейсом не взаимодействовал. Тогда о каком пользователе может здесь идти речь? Таким образом, мы пришли к такому выводу, что, во-первых, есть совершенно отдельная метрика. Эта метрика называется у нас устройство. Устройство – это, по сути, уникальным образом идентифицированный отправитель событий. То есть это один экземпляр SDK, который находится где-то там, на клиентской стороне. Определяется он очень просто. Если есть хотя бы одно событие от этого экземпляра SDK, от этого идентификатора устройства, значит, у нас есть и подсчет одной метрики устройства. В итоге мы пришли вот к такой вот системе. Значит, девайс, ровно как я описал. Это уникальный отправитель событий. Есть события, есть и сам девайс. Второе. Сессия – это некоторый сеанс использования приложения. Зависит это от реализации того, как интегрировано SDK в приложение. И пользователь выводится у нас именно из этих двух метрик. Пользователь – это девайс, у которого есть сессия. Ну, кажется, все логично. Вот интересный факт, что вот у того же диска, у которого очень много бэкграундной активности, в разбивке по дням пользователей и устройства расходятся в три раза. Понятно, что пользователей в три раза меньше, чем устройств. А все остальные устройства мы увидели только благодаря бэкграундной активности за этот день. Итого, как задачу нашу решить ту в начале поставленную. Мы будем смотреть конверсию не пользователей в целевое событие, а мы будем смотреть конверсию устройств в целевое событие. Таким образом, мы, кажется, получим то, что хотели. В идеале это решает, наверное, 99% задач, с которыми сталкиваются разработчики обычных приложений. Там браузер, какое-то контентное приложение, сервисное приложение и так далее. Где основная часть пользовательского взаимодействия – это именно взаимодействие с интерфейсом. Однако есть вырожденные сценарии, с которыми нам довелось столкнуться. И о них я расскажу дальше. Значит, приложение Яндекс.Музыка. Все плохо. В смысле не с приложением, а с тем, как мы будем его анализировать. Представьте себе такой сценарий. У нас есть приложение, установленное у пользователя. Пользователь у него заходит, запускает воспроизведение плейлиста, затем сворачивает и гуляет два часа. Для меня, если бы я был продакт-менеджером музыки какой-то условной, я бы хотел считать пользователем того, у кого был сеанс прослушивания. То есть кто нажал play, затем нажал pause, и там прошло две минуты с тех пор, и он больше не вернулся. Вот это я считаю пользовательской сессией. Я хотел бы так считать. Однако проблема здесь очевидна, что вот в этой модели, где пользователь заходит в интерфейс, мы стартуем пользовательскую сессию, затем происходит у него событие play, привязанное к кнопке play, затем приложение сворачивается, мы уходим в бэкграунд, и там происходят какие-то события. Переключаются треки, громкость меняется, не знаю, все что угодно. Это все я хотел бы анализировать. Затем я останавливаю воспроизведение и возвращаюсь в приложение. Мы стартуем здесь вторую пользовательскую сессию, как мы раньше с вами посмотрели. Тайм-аут уже давно любой мыслимый прошел. Я слушал музыку в бэкграунде два часа. Я возвращаюсь в приложение, стартует новая пользовательская сессия. Ну и, к примеру, я даже не знаю, зачем я это сделал, но нам еще приходит пуш, и на это событие у нас в Broadcast-ресивере есть соответствующие события, которые мы отправляем в веб-метрик. Так вот, здесь понятно, что мне будет достаточно сложно что-то понять по отчетам, которые мы посмотрели ранее. Так как, когда произошло событие play, пользователь был, потому что была сессия. Когда произошли события switch track и pause, пользователя уже не было, было только устройство. Как мне посмотреть конверсию, и как мне провязать эту сессию от play до pause? Как мне это сделать? На самом деле мы долго думали… Ну, во-первых, селектом это сделать можно. То есть если у вас есть доступ к сырым данным, все это в целом реализуется. Однако мы хотим сделать какой-то готовый продукт для разработчиков и предложить концепцию. Так вот, концепция наша называется «Модель дискретных событий». Она основана на хитах. Хиты – это старые понятия из веб-аналитики. Я думаю, что те, кто работали с метрикой или с Google Analytics, сами они с ним хорошо знакомы. Мы исходим из предположения, что никто лучше кода вашего приложения не знает контекста, в котором происходит какое-то событие. Например, событие pause или play. Дальше я проиллюстрирую этот пример. Пока что расскажу саму концепцию. Значит, мы хотим разбить все события на два типа. Событие первого типа – это user interaction. Значит, очевидно из названия, что это события, которые вызваны пользовательским взаимодействием с приложением. То есть то, когда приложение само знает, что пользователь сейчас что-то тыкнул. Неважно, в notification центре iOS, выдвинув шторку и нажав play, или внутри интерфейса нашего приложения, музыки, нажав play. Метрика Active Users больше не привязана к сессии. То есть Active Users считаются не как девайсы с пользовательской сессией. Если есть хотя бы одно событие типа user interaction, мы считаем, что у нас был активный пользователь. Это позволит нам не пропустить такого пользователя, который вообще не заходил в нашу Яндекс.Музыку, а просто выдвинул шторку и нажал play. И у него продолжилось воспроизведение трека, который когда-то там давно был оставлен. Это важно. Ну и второй тип событий, кажется, достаточно понятный. Все эти события связаны с бэкграундной активностью самого приложения. В данном случае у нас это было бы событие push notification received. Это было бы бэкграундное событие, которое абсолютно никак не связано с пользовательским взаимодействием с приложением. Оно просто привязано к какой-то бизнес-логике приложения. Так вот, в итоге мы, более того, в этой концепции отказываемся от общего понятия session, потому что я могу процитировать одного из наших коллег. Ни мы, ни разработчики не понимаем, что такое session и как она у нас считается. Поэтому давайте сделаем вот так. А именно. Мы представляем разработчикам самим определять начало и конец сессии. То есть SDK проверяет только консистентность с начала и концов. Мы можем… То есть хотите автотрекинг, пожалуйста, реализуйте его сами, расставьте вызовы метода start-stop там, где вам нужно. И второе. Сессии получают текстовые метки. То есть больше нет какой-то одной абстрактной сессии. Вот у нас пользователь что-то делал в приложении. Теперь сессии вы в своем прикладном коде определяете вполне конкретно. Например, глобальная сессия взаимодействия с приложением. От того, как пользователь вошел в UI и до того, как он его вышел. Вы сами определяете этот момент. В нашем же случае это была бы некоторая сессия прослушивания. От события play до события паузы. Как бы все это работало в вышеуказанном сценарии с Яндекс.Музыкой? У нас бы произошло событие типа user interaction play, независимо от того, где оно было затриггерено в приложении в его UI или в шторке notification центра. У нас были бы события типа user interaction, switch, track, паузу. В событии background, как я раньше сказал, у нас упало бы событие push-received. Для того, чтобы добиться того, чего мы хотели, то есть проанализировать, какой процент пользователей у нас прошел тот путь, который я, как условный product manager этого приложения, я хочу считать фактом использования моего приложения. Мы стартуем и по своей желанной логике заканчиваем сессию, которую условно назовем music play, воспроизведение музыки. В итоге мы увидим вот такой вот отчет и будем смотреть конверсии в события play, switch, track, пауз и там все что угодно еще. Не юзеров, которых может быть и не существует, и даже не девайсов, а именно пользователей, у которых была сессия music play. Это, наверное, очень сложно сходу понять. Мы сами до этого доходили полгода примерно. Кто все еще со мной? Класс. Так вот, чтобы это не осталось какой-то абстрактной штукой, я расскажу, как этого добиться. Кратенько, без деталей. Как известно, в апметрике в события можно положить payload, ведь джейсона. У нас нет практически ограничения на то, что там можно передать. Это до пяти уровней вложности. Очевидно, что мы можем воспользоваться этим пилотом для передачи знания о том, какого типа это событие, user interaction или background событие, и передать какие-то дополнительные атрибуты. Итак, в своем приложении вы размечаете, как мы выше указали, пользовательские сессии music play и все события play, switch track и пауза. Мы помещаем их как user interaction или background событие в зависимости от того, что вам нужно. Все эти события приходят к нам, складываются в базу данных, и, к сожалению, в наших отчетах то, о чем я рассказал, никогда не появится. Мы не сможем это реализовать, этого никогда не будет. Потому что это действительно нужно всего лишь одному проценту приложений, таких как Яндекс.Музыка. Однако мы с вами занимаемся какими-то очень странными приложениями, потому что ни странных уже слишком много. Поэтому сделать собственную агрегацию с AppMetric несложно. У нас есть Logs API. Это API, которая предоставляет доступ к неагрегированным, к сырым данным. То есть буквально говоря, вы можете из наших табличек селектить. Вы выгружаете большую плоскую таблицу, складываете ее где-то у себя. Может, это просто сисвишка на диске, неважно. Затем вам нужно выполнить агрегацию согласно своей требуемой логике. Для этого, во-первых, это отдельная тема, об этом мы сейчас не будем говорить. Может пользоваться табло, можно воспользоваться каким-то скриптом. В Excel можно сделать эту агрегацию, неважно. Все зависит от возможности и качества решения, которые вы хотите получить. Подведу некоторый итог, потому что время у нас заканчивается. Во-первых, если вы уже пользуетесь какими-то аналитиками, не поленитесь, проведите эксперименты и поймите, что вы видите в отчетах по пользователям, по сессиям, по устройствам и каким угодно еще. Поймите, какой линейкой вы измеряете свою аудиторию. Это важно, правда. Во-вторых, я очень надеюсь, что вот эта модель, построенная на хитах, модель дискретных событий, да, у нас она останется на бумаге и в головах, но кто-то из вас, я очень надеюсь, когда-нибудь попробует и расскажет нам о том, хорошо ли это работает. Ну, у меня все, спасибо. Скажи, пожалуйста, как вы маркируете айдишник девайса? То есть как он генерится? И, соответственно, второй вопрос, если я удаляю приложение с этого девайса, второй раз будет тот же самый айдишник? Это очень хороший вопрос. Ну, я готов, я старался. Да, от тебя хороший всегда вопрос. Так вот, на iOS мы используем, ну, мы не используем IDF и на iOS, и мы не используем EFV на iOS. На iOS мы используем комбинацию EFV, которая позволяет нам сохранить этот идентификатор в AppKeyChain и после переустановки этот идентификатор не изменится. Но там есть дополнительные проблемы, связанные с тем, когда это приложение у вендора на устройстве единственное и при апдейте есть баг в iOS, который, наверное, никогда не будет исправлен. При апдейте EFV вендора, у которого есть только единственное приложение на устройстве, затирается. Я про это сейчас не буду рассказывать подробно. Вот Алексей Василь, наверное, 8 апреля нам расскажет про эту знаменательную багу и того, как мы насчитали на 30% больше пользователей в одном из приложений, чем это было и приходилось снять подсчет в 30% на апдейт. Это на iOS. На Android мы используем собственный идентификатор, выдаваемый сервером. Он у нас синхронизируется между разными экземплярами SDK на устройстве. И в случае, если на устройстве есть хотя бы одно приложение с AppMetric, этот идентификатор будет сохранен между переустановками. То есть, если ни одного приложения не осталось, то, к сожалению, он выдастся новый. Почему мы не используем ГАИД и почему мы не используем Android ID? Нам встречались партии китайских устройств, не только B-брендов, но даже партия Galaxy Tab, не скажу, какого производителя, на которых было на 300 тысяч устройств зашит один и тот же Android ID. Это первое. ГАИД мы не используем, потому что есть куча китайских устройств без GMS, где, доставая рефлекшеном этот ГАИД, можно достать не поймешь что. И у нас также будет идентификация пользователей сломана. Смотри, просто Mixpanel и AppsFlyer, они позволяют дать ID-чник юзеру, называется Customer User ID. Или Distinct ID. Да, или Bad Distinct. У вас есть такая возможность? То есть, я хочу сам разрулить на стороне своего приложения, идентификацию вашей терминологии, это девайс, мой это будет какой-то там Customer User ID. Это возможно или нет? Я бы предложил эту задачу решать через отправку этого Customer User ID в событие и дальнейшую… Потом группировку. Да, и группировка по значению атрибута. Окей. То есть, я бы делал так. И тогда последующий вопрос, получается, если у вас есть юзер, есть сессия и есть вот этот девайс, то мне важно, как понимать, есть ли у моего юзера, настоящего человека, а не какой-то анонимный, сколько у него девайсов и вся активность по этим девайсам. То есть, я готов предоставить данные про юзера, имя, фамилия, имейл или что там нужно. И что было понимание всех девайсов, которые он использует. Вот трекинг нескольких каналов это очень сложная задача. Опять же, то есть, первое решение через кастомные атрибуты в событиях ты можешь заслать, скажем, логин или какой-то юзер-ид, что-то такое. И дальше, отсегментировав по значению этого юзер-ид в событии, ты можешь посмотреть, к примеру, число сессий или… То есть, вы предлагаете это делать все вручную через вот… Да. В апметрике нужно руками много чего делать. Здравствуйте, Виталий Томск. Такой вопрос. Ну, известно, что идеальных приложений не бывает, да? И вот если, например, в приложении при выходе из приложения будет фатал-еррор, да? Вот. И как вы в ваших отчетах это будете отображать, что мы будем получать? Хороший вопрос. На самом деле, если у нас сессия закончилась крышом, то мы можем об этом даже не узнать. Это может быть какая-то… Сейчас у нас в SDK… Это не только для внутреннего пользования, и я думаю, что мы не выпустим это наружу. Но сейчас у нас в SDK есть некоторые эвристики для того, чтобы определить, закончилась ли предыдущая сессия ошибкой или корректно. Однако, в общем, я думаю, что эта проблема затрагивает ну, там, две десятых процента аудитории. И у нас есть отдельная фича отправки крышлогов и из SDK. Для того, чтобы понять, какой процент пользователей эта проблема может затронуть, просто идем в отчет по крышам и смотрим процент устройств, у которого произошел этот крэш. И вы будете видеть там вечно 99% и сколько-то десятых процента. То есть я не могу сейчас предложить идеальное решение для той проблемы, которую вы озвучили, как понять, какое число сессий закончилось крышом. Такая метрика у нас тоже есть, но применительно к конкретному пользователю, то есть выделив конкретный какой девайс, отсегментировав его, посмотреть, как закончилась сессия, корректно или крышом, мы не можем. В отчетах мы будем видеть девайс пользователя и сессию. Да, то есть это точно стартанет новая сессия. И мы считаем сессии по стартам, по началам сессии, без концов сессии. Проект Ботан, который реализует статистику для телеграм-ботов через Апметрику, он как-то в рамках вашей команды делается или вы вообще не знаете про этих ребят, они как-то отдельно? Ну, конечно, мы их знаем. И Ботан – хорошие ребята, они сделали быстро клевый сервис, который был нужен. нужен многим. Они выбрали Апметрику как платформу, на которой можно быстро реализовать этот сервис, потому что у нас есть хороший протокол, у нас есть производительная система по поставке данных, у нас есть часть хранения данных, агрегация и их представление. Поэтому Ботан сделан на Апметрике, я скажу так. Тогда, может быть, получится ответить на вторую часть вопроса. По какому принципу там считается таргетинг к аудитории по странам? Потому что вот у нас проблема. Мы для многих ботов подключили и видим, что считается какая-то отдельная часть пользователей, и все они идут через какую-то одну постоянно страну. Какую? Ну, у нас почему-то это Германия. Ну, не Ботсвана и ладно. Ну, да, задумка заключается в том, что я могу сейчас не с полной компетенцией на этот вопрос ответить. Если вы мне напишите после, то я перекину на человека, который ответит, наверное, точно. Однако, так как географию рассчитываем и показываем так или иначе мы, насколько я себе представляю, в случае с SDK, который в мобильном приложении находится, мы используем много разных данных для геокодинга, чтобы понять, в какой стране находится пользователь. То есть, если у нас есть хотя бы какой-то GPS-фикс, мы по нему будем геокодить. Если у нас нет GPS-фикса, мы попробуем по LBS, по локейшнерам кода и целой ID из мобильной сети определить географию, или по седам вайфайных точек, которые видят устройство. Если у нас нет вообще ничего, то мы используем гео-IP и геокодируем по IP-адресу. В случае с Ботаном, насколько я представляю, нам не передается ничего из вышеуказанных данных, кроме IP клиента. Леша, я прав? Ну, насколько я помню, так было. Ну, этого, мне кажется, там нет. То есть, ни засылки GPS-фиксов, ну, симуляции засылки GPS-фиксов, ни разумеется, локейшнерикодов или другой LBS информации там нет. Поэтому, как я предполагаю, это делается геокодингом по гео-IP. Вероятно, ну, какие-то проблемы с этим. Также нельзя исключать проблему, что это сугубо проблема от метрики. У нас такое было. Когда география пользователей в течение трех дней могла неправильно определяться из-за того, что там выкатили версию геобаза, не ту, и, в общем, там поздно заметили, и три дня у нас все пользователи падали в какую-нибудь страну. Пришли вопросы? Я могу перестать его. Еще вопросы? Да, окей. Спасибо за доклад. Такой вопрос простой. Есть ли у вас реал-тайм фанел из группировки и фильтрации? Хороший вопрос. Ну, во-первых, у нас все реал-тайм. То есть, у нас нет воронки, которую вы создаете, а потом в нее что-то нападало, и мы агрегированную метрику считаем только и храним. Однако фанелов как таковых у нас нет. То есть воронки в понимании флари у нас нет, или в понимании локалитикса. Воронка – это удобно. Вы можете каждый отдельный шаг воронки посмотреть в разломе по различным дименшинам, по версии операционной системы, версии приложений и так далее. Можете посмотреть, где конкретно отваливается пользователь. Да, не спорю, это удобно. Однако на этой неделе у нас появляется механизм очень крутого сегментирования, которого можно увидеть, наверное, только в Amplitude или Mixpanel. Не, оно даже круче. Так вот, это называется поведенческие когорты, и с помощью этого механизма можно добиться приблизительно того же, что вы хотите, скорее всего, получить от фанелов. Если расскажешь подробнее кейс, где вам нужна эта воронка, то, скорее всего, я объясню, как это сделать с помощью поведенческих когорт. Можем потом. Следующее. Вот вы накапливаете некоторое множество ивентов и выгружаете их на сервер. Вопрос. Как выглядит логика выгрузки? Это происходит непосредственно при получении ивента, или они как-то накапливаются, и происходит после того, что мы говорим о реалтайме. Накапливается, вы имеете в виду, на клиентской стороне в SDK, как делается буферизация, или вопрос про то, через сколько, через это вышезвученный лог запи можно выгрузить события? Вопрос именно на клиентской стороне. На клиентской стороне. События сохраняются в локальной базе данных, буферизуются. Размер буфера раньше был конфигурируемым, сейчас, по-моему, мы это оторвали, потому что значительный процент разработчиков этим пользовался неправильно. Они пытались чего-то добиться, то ли экономия батарейки, то ли еще чего-то. Ставили там просто огромное значение, и у них либо буфер событий никогда не отправлялся, либо оно там выходило, там был, по-моему, остаток отделения на какую-то константочку, и оно у них выходило обратно, и выходило за пределы этой константочки, и там в итоге размер буфера получался один, и у них каждое событие отправлялось. То есть аккумулятор садился еще быстрее. Поэтому буферизация на клиенте есть, она очень эффективная, хорошая, все события складываются, ничто не теряется, если сети нет, они отправятся потом. События могут приходить давностью до 7 дней. Если это интересно. Спасибо. То есть по наполнению буфера происходит отправка? Да, по наполнению буфера, и, по-моему, раньше у нас был тайм-аут, сейчас тайм-аута нет в SDK. Данные шифруете, да, при отправке? Ну, конечно, шифруем, SSL-пининг, все дела. Спасибо. Скажем еще раз спасибо Александру. Спасибо. Вы можете найти его в экспертной зоне в течение какого-то времени, прямо сейчас, и в течение какого-то времени в дальнейшем. Вот, задать вопросы, всякие инсайты там и прочее, прочее. Спасибо. 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 Спасибо.